— Василий Херсонов спрашивает, что такое коллективный разум с точки зрения Кабалы? — Вообще разум, если можно его определять, то он не может быть неколлективным. Потому что мы находимся в системе взаимной связи, которая называется Адам. Эта система включает в себя все-все состояния, возможно, и наши, которые называются мирами. Так вот, разумом называется вся система блуждающих сигналов, которые наполняют эту систему связи между отдельными элементами, индивидуумами или душами. Вот это имеется в виду разум. Здесь есть, естественно, то, что раскрывается душем, а есть то, что еще не раскрывается, и поэтому можем говорить о подсознании. То есть, поскольку в каждом из нас есть четыре уровня раскрытия, и только последний уровень, он дает нам полное осознанное существование, значит, все предыдущие уровни, они находятся на подсознательном уровне. Если это исходит от нас, то мы можем ими управлять. Если это исходит свыше, то мы их практически не ощущаем. Но существует возможность их как бы предугадывать. Это неправильное слово – предугадывать. Как бы тут гадание, да? Но какое-то предощущение, преднамерение, какие-то действия, вызывающие появление разума, они также дают нам представление о внутреннем разуме, о подсознании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА